Привет, меня зовут Вадим, и сегодня мы поговорим про переключатель цветовой схемы. Обычно есть цветовые схемы в операционной системе, на сайтах, и они каким-то образом должны друг с другом работать. А еще у пользователя должна быть возможность переключить цветовую схему не просто автоматически в зависимости от настроек операционной системы, а еще и специально для отдельного сайта. То есть, чтобы операционная система была, допустим, темная, а сайт светлым. Или наоборот, операционная система светлая, а сайт темным. Вы могли видеть похожие переключатели на сайтах? У них обычно есть два положения. темная или светлая тема, которая, собственно, форсит подходящую тему. Но есть хорошие переключатели, в которых есть три положения. Светлая, темная и автоматические, то есть настройки операционной системы. У меня уже есть видео, в котором я рассказываю, как сделать из светлого сайта темный сайт. Я делаю это на примере светлого неба с солнцем или ночного неба с луной. Посмотрите это видео обязательно, вам будет гораздо более понятно, что сегодня происходит в этом видео. Потому что сегодня мы будем делать переключатель трехпозиционный на основе как раз той самой демки. Будет светлое небо, темное небо и их настройка. Сначала мы сверстаем переключатель, а потом добавим к нему JavaScript, который будет непосредственно управлять темами и, более того, сохранять в Local Storage состояние, чтобы между перезагрузками страницы настройки сохранялись. Ну ладно, для тех, кому лень смотреть предыдущее видео, быстренько напомню, как все устроено. У нас есть HTML-страница с очень простым устройством. У нас здесь есть небо и небесный объект, sky и body. У нас есть файл index.css, dark.css и light.css. Давайте посмотрим, что внутри. В index.css у нас описывается небо и объект. И видите, здесь нет конкретных цветов или конкретных картинок. Все это описано в файлах тем. В светлой light.jpg, в темной dark.jpg, ну и аналогично с цветами. Если мы пойдем в настройки операционной системы и переключим светлую тему на темную, наш интерфейс, или в этом случае небо, отреагирует на него. Так же, как и редактор, так же, как и браузер. Это поведение по умолчанию. Выключаем, все возвращается обратно. Наша задача состоит в том, чтобы дать пользователю выбор, какую цветовую схему выбрать на этом сайте, темную или светлую. Я знаю, что многие пользуются темной цветовой схемой, просто потому что она выглядит профессионально, круто, неважно. А вдруг человеку нравится читать черные буквы на белом фоне? Дадим им эту возможность. Прежде чем начинать ферстать переключатель, нужно на него посмотреть, какой у него, собственно, дизайн. Ну, нам повезло, дизайн я нарисовал тоже сам. Давайте посмотрим. В общем, у нас есть светлая тема и темная тема, и в каждой из тем чуть-чуть отличается то, как переключатель выглядит. Он лучше всего адаптируется к светлому или темному фону. В центре, по вертикали, вид переключателя по умолчанию. Смотрите. У него есть прямоугольник. Это статус. А это отдельная иконка. Ночь, авто и день. И при изменении состояния, допустим, на день, индикатор перемещается влево, в ночь перемещается вправо. Более того, иконка сначала черная, а потом при текущем состоянии она инверстируется. Абсолютно аналогично и здесь. Смотрите. Форма. Иконка сначала черная, когда выбранная, потом светлая, когда невыбранная. В общем, все с точностью наоборот. Если внимательно посмотреть, то становится видно, что они идентичны, просто инвертированы. Иногда полная инверсия очень помогает для адаптации элементов интерфейса под светлую или темную тему. И этим путем я, конечно же, воспользовался. Он самый легкий. К сожалению, в браузерах нет подобного контрола по умолчанию, и совсем с нуля не хотелось бы писать, поэтому я решил сделать это на основе радиокнопок. Радиокнопки — это когда несколько опций объединены одним именем, и можно выбрать только одну из них. Давайте начнем с разметки. Ставим сюда разметку и разберемся в ней. Смотрите. У нас есть филдсет, который является блоком свитча. У него есть несколько элементов. Свитчер легенд, несколько свитчер радио и свитчер статус. Давайте по очереди разберем, что это значит. Включили переносы и смотрим. Ледженд описывает всю эту группу филдсет. У них у филдсета и ледженда особое отношение. И, соответственно, у нас есть набор полей буквально филдсет внутри. Инпут — type radio, элемент свитчер radio, и модификатор у каждого свитчер radio light, auto или dark. Соответственно, есть еще общее имя color scheme, и разные value — light, auto, dark. Видите, паттерн один и тот же. Я везде использую одно и то же название. Это поможет нам в будущем. И у каждого поля есть еще описание. Aria label — светлая, системная и темная. В итоге, например, для скринридера это будет суммироваться. Когда вы выбираете опцию, у вас будет схема светлая, схема системная, схема темная. По-хорошему, все радиокнопки, чекбоксы и прочий поля форм нужно описывать с помощью тега label. В этой ситуации у нас нет визуального описания, у нас есть только иконки, которые описывают, что это все значит. Поэтому я добавил описание только для скринридеров с помощью атрибута aria label, и этого вполне достаточно. Сохраняем и получаем вот такой вот fieldset с тремя радиокнопками. Ну, пока не очень. Ну, как видите, среднее checked, то есть выбрано. Давайте вбросим стиль. Делаем отступ и вставляем кучу разного интересного кода. Не пугайтесь, мы с вами не рисуем сову, я подробно опишу все, что здесь происходит. Сохраняем. Неплохо, только немножечко сломалось. Давайте еще кое-что добавим. Мы в светлую тему напишем настройки такие, сохранили, а в темную тему те же самые, только с другими значениями. 1, 0, 1. Сохранили. Сейчас я объясню, как это все работает. Смотрите. Свитчер спозиционирован внизу на расстоянии 36 пикселей от низа страницы. Position absolute, bottom 36, left 50 пикселей и отступ слева минус 50 пикселей. То есть он утягивается обратно. Ширина всего контрола, это видно по дизайну, 100 пикселей. Хорошо. У свитчера padding 2 пикселя и внутренняя сетка. У нас есть колонки 1for, 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 то есть 33%. Рамка по умолчанию у филцета убрана. Legend мы спрятали, потому что нам это описание, опять же, нужно только для скринридеров. Position absolute, opacity 0, pointer events none. Интересно. Здесь тоже можно было использовать какой-нибудь класс visually hidden или что-нибудь типичное, что универсально прячет контент доступно, чтобы это было видно скринридерам, но не видно всем остальным пользователям. Но в этой ситуации я решил оставить все стили в рамках одного компонента, и чтобы все было на конкретном элементе. В итоге я использовал только самое необходимое. Position absolute, чтобы вырвать из потока, opacity 0, чтобы этого не было видно, и pointer events none, чтобы поэтому нельзя было кликнуть. В итоге скринридеры это все видят и могут озвучить, а всем остальным пользователям это просто не нужно. Дальше. Радиокнопка. Смотрите, я убираю оформление радиокнопки с помощью appearance none. То есть у меня сейчас одним свойством радиокнопка превращается просто в блок без размеров, без всего. Поэтому я задаю ей подходящие размеры, задаю позиционирование фона. Это зачем? И размеры. А затем, чтобы задать иконки. Смотрите, здесь у меня есть иконки для каждой радиокнопки. У меня расставлены модификаторы light, auto и dark. И если мы, допустим, фоновый цвет зададим нашим радиокнопкам, допустим, background color tomato, сохраним. Видите? У них есть собственный фоновый цвет, но он нам здесь не нужен. Я использую исключительно иконки. Кстати, среднее почему-то не tomato. Это почему? Мы с вами еще увидим. Убираем томаты. Все по-прежнему хорошо. Вы могли заметить на дизайне, что у меня есть и белые иконки, и черные иконки. И что, я их как-то перекрашиваю с помощью svg-спрайтов или сделал шесть разных иконок? Нет, все гораздо интереснее. У меня всего три иконки, и я их перекрашиваю с помощью CSS, хотя они заданы фоном. Интересно как? Смотрите, если я переключаю режим, у меня текущая иконка становится белой, а обычная остается черной. И здесь всего три иконки. Вот они заданы. Light, Auto и Dark. Дело в том, что у нас в файле light.css, как вы помните, заданы какие-то магические штуки. Смотрите. Видите, радиокнопка, которая зачекана, у нее написано invert1. То есть она полностью инвертирует. Если она была белой, она становится черной и наоборот. А вот просто для радиокнопки и для статуса инверсия пока 0. А здесь инверсия 1, и здесь тоже инверсия 1. Нулевые инверсии можно было не записывать, но я записал это для последовательности. А что такое статус, про который я тут говорю? Давайте посмотрим. Статус — это пустой диф в самом конце, который подсказывает пользователю, что происходит с помощью этого индикатора. Как вы видите, он аж ездит. Не просто дискретно переключается, а ездит. Мне очень нравятся такие ездящие индикаторы. Они здорово подсказывают, как именно меняется процесс. То есть не дискретно тут и тут, а раз и поменялось. Из одного места в другое. И сразу становится немножко понятнее, что произошло. Давайте посмотрим поближе на этот статус. У нас есть отдельный элемент, который спозиционирован абсолютно. Top right, bottom left. То есть он растянут по родителю, который тоже абсолютно спозиционирован. И у него еще стоит z-index минус 1. Давайте мы закомментируем z-index минус 1 и посмотрим. Видите, он стал поверх наших радиокнопок. А я хочу, чтобы он ушел под них. Есть такой трюк. Также у него стоит box shadow, черный, но 20% прозрачности. И если у нас одна из радиокнопок в фокусе, точнее focus visible, то у статуса просто черная обводка. Давайте посмотрим. Я нажимаю на кнопки, ничего не происходит. Я табом передвигаюсь на наш control, и у него появляется обводка. Я двигаю стрелочками, видите, и я могу менять состояние этого контрола. Псевдокласс фокус срабатывает, когда вы кликнули на элемент или переместились на него с клавиатуры. А фокус визибл, новый псевдокласс, срабатывает только тогда, когда вы пользуетесь клавиатурой. Этот псевдокласс позволяет нам добавлять по-настоящему полезные аутлайны или какие-нибудь обводки для людей, которые пользуются клавиатурой. А для тех, кто пользуется мышью, ничего дополнительного не делать. Хорошо, давайте рассмотрим, как сделан индикатор статуса. У нас есть буквально кружочек под названием status.svg. Да, это просто обычный кружочек, очень простая иконка с заливкой. Она у нас встает по умолчанию в центре, а когда мы чекаем какую-нибудь радиокнопку, в зависимости от того, какая из них зачекана, фон перемещается. Видите, у нас есть background position, и он меняется на left, center или right. Ну и вертикально — центр. Вы могли заметить, что здесь используется синтаксис left2px. Это значит, что слева, но на расстоянии двух пикселей, или справа, но на расстоянии двух пикселей. Если вы используете ключевые слова, вы можете уточнять, какой будет отступ у вашего фона. Это очень удобно. В итоге элемент switcher status меняет свое состояние в зависимости от того, какая радиокнопка выбрана. И фон смещается. Более того, она смещается плавно. Здесь есть свойство transition, которое работает только на background position, и с помощью длительности 0,1 секунда и с замедлением из in наш кружок перемещается. Не дискретно, а с анимацией. Очень коротенькой. Аналогично происходит анимация и фильтра. Когда у нас чекается радиокнопка, мы его инвертируем, но не сразу, а с transition 0,1 секунда. Когда мы описывали небо с объектом, мы основные стили писали в индекс CSS, а цвета писали в light CSS или dark CSS. С этим переключателем оказалось все еще проще. У нас есть практически 99% стилей в индекс CSS, а те вещи, которые отвечают за светлую или темную тему для этого переключателя, это просто режимы фильтров 1 или 0. И вот буквально 3 правила, и мы из одного переключателя светлого делаем другой темный. Очень-очень классный трюк. Давайте посмотрим, как он работает. Возьмем и переключим системную тему. Display, Dark Mode. Смотрите. Тема инвертировалась, и прекрасно все работает. Ну, не работает только переключение темы. Давайте подключать JavaScript и разбираться, как он устроен. Вернем все обратно. Мне нравится светлая тема по дефолту. И будем подключать JS. Сходим в индекс HTML и подключим JS файл. Вот так. Сохранили. У нас в файле scripts.index.js лежит скрипт. Размеров не очень больших, 82 строчки, но там кое-что интересное происходит. Для начала посмотрим, как он работает. Смотрите, сейчас у нас положение автоматическое. То есть, если я, давайте воспользуемся браузерными эмуляциями, нажму сюда на ночь, станет темная тема. Сюда на день, светлая тема, но она и так светлая. То есть, я делаю форс одного или другого. Но если я выберу светлую тему здесь, и попробую зафорсить темную тему, ничего не получится. Интересно. Если я закрою DevTools, перезагружу. А, видите, сохранилась. Светлая тема или темная тема. Перезагружаю. Браузер помнит. Ставлю авто. И теперь форсинг работает. То есть, в принципе, control работает правильно. Давайте разбираться, как именно он это делает. Сделаем окно побольше. И сходим в панельку Storage. Она нам пригодится, чтобы понять, как этот скрипт работает. Local Storage, Local Host 3000. И пока здесь никаких данных для этой страницы нет. Нажмем на ночь. Ой, смотрите. Color Scheme, Dark. Нажмем на день. Color Scheme, Light. Нажмем на авто. Local Storage очистился. Мы здесь в локальном хранилище Local Storage храним простейшую строчку. Ключ Color Scheme и value Auto, Light или Dark. При каждой загрузке страницы скрипт проверяет, есть ли это значение в Local Storage и считывает это значение. Если его нет, он выбирает системную тему, точнее, ничего не делает. Если есть темная тема или светлая тема, он применяет ее. А как применяет? Сейчас разберемся. Сходим в инспектор. Посмотрим на Head. И видите, у нас здесь тот же самый Head, который в нашем HTML. Link Real Style Sheet, Color Scheme, Light или Color Scheme, Dark. Переключим на темную тему. Ой, смотрите. Поменялось что-то. Теперь у нас светлая тема Not All, а темная тема All. Что это значит? Это значит, что мы браузеру сказали, сюда вообще не смотри, смотри только сюда и всегда, вне зависимости от того, какая цветовая схема операционной системы или браузера. Аналогично, когда мы делаем светлую тему. Эти значения просто меняются. Тогда светлая видна всегда, темная не видна никогда, ни при каких условиях. Not All. Буквально. Если мы делаем авто, все возвращается на свои места. Preferred Color Scheme, Light или Dark. Ну и как это работает на уровне скрипта? Давайте посмотрим. Сделаем перенос и разберемся. В самом начале мы находим наши линки, в которых стили подключаются, точнее подключаются именно цветовые схемы. Light или Dark. Мы делаем документ QuerySelectorAll, находим линк, в которых Real Style Sheet, и здесь медиа, которая не равно, а которая содержит Preferred Color Scheme и содержит Light. Это зачем так сложно? Дело в том, что Preferred Color Scheme может содержать пробелы. Смотрите. У нас может быть написано Preferred Color Scheme, двоеточие, Light, или Preferred Color Scheme сразу Light. И это одновременно сложно смачить. Поэтому мы проверяем наличие этого отдельно и наличие этого отдельно, а пробел нас не интересует. Спасибо Томасу Штайнеру, что нашел эту особенность и позволил написать очень надежный селектор. Продолжаем. Дальше у нас есть переменная DarkSkimMedia, которая буквально с помощью метода MatchMedia проверяет Preferred Color Scheme Dark. Сама проверка MatchMedia позволяет определить, поддерживает браузер это или нет, а еще можно добавить к ней метод Matches и проверить, какая текущая тема. В общем, очень полезная переменная, мы ее завели. Ну и переменная, которая находит все наши свитчер-радио и помещает их в нот-лист, по которому мы будем ходить и добавлять всякие полезные штуки. В самом конце скрипта выполняются две функции инициализации. Сначала мы делаем SetupSwitcher, потом делаем SetupScheme. Разберем функцию SetupSwitcher сначала. При самой начале работы этой функции мы проверяем, есть ли у нас сохраненная схема. То есть буквально идем в функцию сохраненная схема и проверяем. В Local Storage у нас есть item Color Scheme. Если она там есть, мы ее берем и что-то с ней делаем. Ладно, возвращаемся обратно. И здесь мы проверяем. Если она есть, то есть не равна null, мы находим радиокнопку со значением, которое мы взяли из Local Storage. Видите, комбинируем селектор SwitcherRadio, Value и то самое значение и выставляем ее, то есть чекаем. Аналог выставления атрибута checked только через JavaScript. В итоге, если мы сохранили нашу цветовую схему, то при перезагрузке страницы скрипт сходит в Local Storage и правильно отрендерит переключатель с нужным выбранным значением. Идем дальше. После того, как мы правильно зачекали радиокнопки, мы бежим по всем радиокнопкам, предварительно конвертируя nodeList в массив, чтобы 4H по нему точно сработал. Дальше получаем переменную радио в каждом цикле и добавляем к каждой радиокнопке обработчик событий change. Получаем ивент, и по ивенту добираемся до каждой из value радиокнопки. У нас в атрибуте value прописано light, auto или dark. Видите, сквозное именование очень сильно помогает. Я и в классах до него добираюсь, и value забираю, и храню в Local Storage. Прям очень удобно. А потом я передаю это все в функцию setScheme после клика на радиокнопку. Сходим и посмотрим, что там происходит. Функция setScheme делает две вещи. Во-первых, она переключает медиа. Мы еще посмотрим, что делает эта функция. То есть буквально расставляет all или not all по подключению стилей. А также она определяет, сохранять или не сохранять состояние. Смотрите, мы проверяем. Если схема авто, мы очищаем Local Storage. А если схема какая-то другая, то мы ее сохраняем. Ту самую, которая пришла в эту функцию. Окей, идем в функцию switchMedia. Здесь мы заводим временные переменные lightMedia и darkMedia. И вычисляем, что именно мы назначим всем линкам, которые подключают стили. Если в функцию пришло значение авто, мы находимся внутри этого ифа. Мы lightMedia и darkMedia ставим то же самое, что у них по умолчанию есть. PreferenceColorScheme light или dark. Но если пришло другое значение, мы light выдаем при light all, при darkе not all, darkу отдаем при darkе all или при lightе not all. Ну, немножко криптовато записано, но в принципе работает. И дальше получаем эти переменные, вычисляем их значения и в цикле пробегаемся по всем lightам или darkам и раздаем им медиа подходящее. То есть эта функция переключает медиа на нужное в зависимости от того, что мы в нее отправляем. Это как у нас происходит переключение темы и как настройка кнопок происходит. У нас есть еще вторая функция, SetupScheme. Давайте в нее сходим и посмотрим, что здесь происходит. Мы получаем две переменные. SavedScheme и SystemScheme. SavedScheme буквально в Local Storage берет ColorScheme и проверяет, что там, какое значение, light, dark, auto или ничего. SystemScheme берет значение darkSchemeMedia и проверяет, оно вообще есть или нет. И в зависимости от этого берет dark или light. Что мы делаем дальше? Получив эти значения, мы сначала проверяем, есть ли сохраненная схема. И если она есть, мы сравниваем сохраненную схему с системной схемой. Если они не равны, то выигрывает сохраненная, потому что пользователь решил выбрать светлую или темную, вне зависимости от системной. И этот приоритет мы выражаем прямо здесь. В итоге, если схема уже светлая и сохраненная светлая, то мы ничего не делаем. А если сохраненная темная, а текущая светлая, сохраненная важнее. Ну, вы понимаете. То есть мы приоритет пользователя ставим во главу. Надеюсь, это не выглядело как нарисуйте овал, потом нарисуйте сову. Я очень старался. Давайте еще раз посмотрим на результат, чтобы понять, что у нас с вами получилось. В итоге, ставим темную тему. Она запоминается. Ставим светлую схему. Она тоже запоминается. И изменение системной настройки ни на что не влияет. Аналогично с темной темой. Если мы попытаемся на уровне браузера зафорсить светлую, ничего не получится. Это потому, что у нас в сторидже, в локал сторидже есть color scheme dark, которая хранится между перезагрузками страниц. Мы продолжаем линию, которую я начал еще в прошлом видео. Мы даем пользователю выбор, что ему нравится. Темная операционная система, светлая, и чтобы сайты автоматически на это реагировали. Но мы идем дальше. Мы предлагаем ему выбрать с темной операционной системой светлый сайт или со светлой операционной системой темный сайт, в зависимости от его предпочтений. А если он передумал и хочет, чтобы сайты слушались операционной системы или эмуляции в браузере, он тоже может это сделать. Он ставит галочку авто, и все начинает работать, как и раньше. Еще важно, что все это запоминается между перезагрузками сайтов. То есть мы сами запоминаем светлую или темную тему, но если мы делаем авто, все за нас делает браузер. Это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первое, вы видели мои патроны. Спасибо им огромное. И если вы хотите увидеть следующее видео первым, и становитесь патронами. Небольшая сумма месяц позволит нам стать ближе. Вы можете получить доступ в закрытый чатик, письма, открытки и наклейки от меня, или что-нибудь еще дополнительное, что вы можете прочитать на странице Патреона. Если вам и так нормально, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. И давайте обсудим в комментариях, что вы думаете по поводу этого маленького демо. Что вы думаете про скрипты, стиль и разметку, как, возможно, вы переключаете темные и светлые темы на ваших проектах, или, может быть, у вас есть какие-то дополнительные знания по этому поводу. В общем, как обычно, в комментариях будем все это дело обсуждать. Ну, и увидимся с вами в следующем видео. Пока.